Всем привет! Это четвертый выпуск влога. Несмотря на то, что третий сегодня и вышел, все потому что я его просто не смонтировал. Я вчера снимал, потом сел вечером монтировать, и мне не очень понравилось то, что получается, и какая-то грусть, печаль напала. Я прекратил это делать вчера, но возможно, возможно, сегодня доделаю вчерашний ролик, ну и точно буду снимать сегодняшний. Сегодня повезу вот эту вот бестию к ветеринару, потому что она заболела, похудела, вообще непонятно, что с ней происходит. Ну вот мы приехали в ветеринарную клинику, сюда же я возил свою старую кошку, которая, к сожалению, пару лет умерла, но умерла она от старости и болезни. Мика еще молодая, поэтому надеюсь, что с ней все будет хорошо. У тебя собака? Как зовут? Зара. У меня кошка Мика зовут. Это кошка. Мика? Мика. Можно котика больше? Да, да, можешь, но она сейчас болеет, плохо себя чувствует. Как зовут? Муза. Привет, добровая муза. Ну, пока. Вечером, если там какой-то блюнчик или может водички немножко подсолодить или что, если блядь попьет, и все, убирайте все, не пить, не езавтра сюда к 11 часам. Вот зайдете, скажете, что на УЗИ доктор пойдет и сделает 120 тысяч стоит. Прошли мы обследование, ее прощупали, обнаружили небольшой пардентоз, который тоже я буду лечить, и какое-то уплотнение в животе, возможно, это воспаление матки, поэтому завтра нужно ехать на УЗИ и проверяться. А сейчас я поеду за уколами и, скорее всего, вернусь сюда же. Ее проколят, я посмотрю, как это делается и дальше буду колоть сам, если это понадобится. В общем, в ветеринарной клинике мне выписали два рецепта. Сейчас я пойду в магазин и куплю эти уколы. Самое смешное, что лекарство для кошки я купил в обычной человеческой аптеке. Вот здесь вот уколчики, я надеюсь, что это поможет. Чего только не происходит на парковке гипермаркета. То густо, то пусто. Вот такая вот работа фотографа. Вчера у меня не было никаких заказов, сегодня валится все, я прямо гелию сливаю. Сейчас иду снимать галерея Минск. Я там уже снимал не один раз, но зато тогда я не вел блог, а сейчас веду, поэтому покажу вам все как есть. Конечно, не сейчас, но когда-нибудь, когда-нибудь точно. Смотрите, делаем движение вверх и офигеваем. Все, с галереи закончено. Еду домой. Весь мокрый, но довольный. Смотрите, где у него номер. Какой кайф за моей спиной. Вау, это было опасно. Если даже выкину, то я выкину это тогда, когда отучусь делать такую херню. Короче, я зашел к бро Владу, который сейчас сядет в мою машину, он еще не получил права, но собирается это сделать. И мне интересно, как он ездит на машине. Вот, я оценю, а потом расскажу. Хорошо, давай попробуем. Ну, просто вот, ну, это не очень, наверное, справедливо, то, как они делают. А с другой стороны, может, это и хорошо, что полных неадекватов на дороге не выпускают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!